Всем привет, друзья! С вами JetPot90 и вы находитесь на канале честных обзорных стримов и бодрых летсплеев. Наконец-то мы вернулись к игре Atlas Reactor. На прошлой неделе это не удалось мне, то есть мне не удалось постримить эту замечательную игру по той простой причине, что у меня были, начались и еще не закончились приключения с новым ноутбуком, которого уже нет, друзья. Об этом я подробнее расскажу на следующей неделе в понедельник, обещаю рубрику «Общение со зрителями». Мне кажется, она теперь станет стабильно выходить по понедельникам, потому что последние две недели показали, что в этом есть смысл. Ну а здесь сейчас я нахожусь вместе с замечательным человеком онлайн, его зовут LightBeat, это один из администраторов русскоязычного комьюнити по игре Atlas Reactor. Лайт, поздоровайся с народом. Привет! Да, вот он здесь. Прежде чем мы начнем играться, я сейчас пока переключусь, во-первых, на игрушку, да, ребят, во-первых, подписывайтесь на мой твич и ютуб каналы, на ютубе нажимайте колокольчик, дабы получать оповещения обо всех новых видео и стримах выходящих на канале, вступайте в мою официальную группу, ссылочки есть в описании, и вступайте в официальную группу игры Atlas Reactor, ссылочку я тоже в конце стрима добавлю в описании, но если вдруг на слух у вас все хорошо, то vk.com slash atlas, нижнее подчеркивание, реактор. Вступайте, начинайте играть в эту игру, задавайте любые вопросы, там без труда помогают новичкам, осваиваться дают какие-то факи, типсы и прочее, ну я имел в это подсказки, поэтому все у всех будет хорошо. Тем временем я пока переключусь на игрушку и у меня появился первый вопрос к тебе LightBeat сходу. Я знаю, что команда наша русскоязычная не прошла ППЛ, да, то есть отборочную, по-моему, да, я так понимаю, отборочную лигу, или как это правильно называется? Смотри, ППЛ играет со сезонами, в прошлый сезон мы играли, в прошлый сезон мы сейчас совсем не играем, в прошлый сезон мы вышли в финал, но выиграли только одну игру, противополучную лигу. Понял, ну то есть вот недавно совсем, по-моему, ты говорил, да, что, к сожалению, ребята у нас вывалились из продолжения борьбы за титул лучших, и расскажи, пожалуйста, почему, из-за чего это случилось, какие мысли у тебя сейчас по этому поводу, хорошие и плохие, поделись. Голди, он сейчас, сессия у него, поэтому он не может. Флокси считает, что играть без приза неинтересно, видимо, и в Атласе я его не вижу, так что он, наверное, охладел к игре. Обидно, обидно. Зомби, честно, сказал, что он охладел к игре, поэтому его тоже не видно. Видимо, он расстроился из-за того, что ему не дали стать первым в том сезоне. Первым, первым, вообще первым. Он долгое время держал это звание в ранге. То есть его кто-то обогнал, я так понимаю? Ну, потом Лайт вернулся и сделал его. Я понял. А Голди не смогли вылезти снова на первое место. Понял. Я так понимаю, мы сейчас говорим о команде 360 No Scope, правильно? Да. Да, потому что... Их команд не играло уже давно. Угу. Ну, была еще команда Ruiner в самом начале, они были первые, на самом деле, там играла Зазелка. Голди там тоже играл, он, кстати, был владельцем команды, капитаном был Лоли Рок, если не ошибаюсь, либо Рейгар. Угу. Точно не помню. Ну, они, в принципе, они даже один раз обыграли Трэшей, которые когда-то были сильнейшей командой. Это как раз ППЛ-лига началась до того, как начались ESL-турниры. Вот на ППЛ-лиге всех разносили Трэшей, сейчас Трэшей уже нет. Их там состав развалился там на разные команды, частично, частично, по-моему, вообще кто-то, один из них или двое пропали. Да, даже, наверное, Капитан у них пропал, Кранер, не вижу его давно даже в игре. Воли Лол тоже пропал. Ну, то есть все понемножку, шаг за шагом, получается, судя по... Я это к чему рассказываю? Да, к чему? То есть команды, в принципе, разваливаются. Да, вот я хотел сказать, что... Это случается. Хорошо, это вот такие печальные новости, связанные с тем, что ребята шаг за шагом постепенно бросают игру, которая, я так понимаю, не приносит им достойных призов за их труды. Денег, каких-то других призов, неважно. То есть любое вознаграждение, чтобы играть было зачем, чтобы был стимул, помимо просто интереса. У нас был стимул, конечно, получить на конститут турнамент чемпион, но нам так этого и не удалось, мы ни разу не занимали первые места, хотя играли много. Хорошо, теперь вопрос тогда такой. Расскажи, скажем так, более с игровой точки зрения, да, какие были ошибки, по крайней мере, в последней игре? Что было не так? Может быть, что-то было не так в командном взаимодействии, в тактических решениях, в стратегии, которую вы взяли изначально, и, может быть, она была ошибочной? Давай вот ближе к игровому моменту, да, что было? Я уже не помню, честно. Ну, на скидку. Вот что тебе запомнилось больше всего из того, что тебя заставило самого злиться, связанного вот с геймплеем команды? Что больше всего тебя расстроило, да, скажем так? Да, слушай, я даже так вот не могу конкретно что-то сказать. Я скажу то, что у нас всегда было, мы практически не тренируемся, особенно Флокси у нас, он постоянно просто приходил на выходной один раз сыграть, вот чисто турнир и все. То есть он вообще, он очень хорошо играет, играл, по крайней мере, но скил у него стал падать, он стал играть хуже, как бы это сказалось. Ну и как бы командная, команда не тренируется, у команды взаимодействия ухудшается, все такое. Понятно. Тогда вопрос такой, сколько вообще в целом, ну приблизительно хотя бы, команд вообще играют в эту игру как таковую, да, вот именно на уровне киберспорта? Не просто, а, пойдем там пофанимся, да, в рандомчике побегаем, в кастомках, нет, а вот именно пытаются соревноваться между собой, 2, 3, 10 команд, сколько? Главный момент, по-моему, на американской лиге ППЛ что-то из десяток, а на европейской, ну, в 2-7, наверное. Ну, я сейчас не знаю, сайт ППЛ, к сожалению, пролюбили свой домен, так что ничего не посмотреть. Они потеряли свой домен? Ну, еще администраторов, ну, препфазком у них был сайт, они его вовремя не оплатили, судя по всему, и сейчас сайт не работает. Отлично, то есть они устраивают турниры, но не оплачивают сайты, прекрасные ребята просто. Да, да, теперь только в дискорде, через администраторов, регистрации, если такое. Понятно. Ну, с одной стороны, это теперь мобильнее будет все намного, чем через сайт, но с другой стороны, конечно, обидно, что, скажем так, такую банальную вещь профукали на ровном месте, это очень странно. Так, окей, тогда как ты сам видишь вообще потенциально будущее Атлас Реактора, да, как вот именно кибердисциплины? Будет она куда-то двигаться, или она, скорее всего, останется вот в таком же зачаточном состоянии, и шансов, что она прям будет реально развиваться там гигантскими шагами не очень много. Как ты это себе видишь? С учетом популярности, отрицательной популярности игры, я скажу скорее, что как киберспорта будущего нет, несмотря на то, что Атлас Реактор это просто идеальная вещь для киберспорта, потому что нет никакого рандома вообще в игре. Просто нет никаких там разбросов в скиллах, в уроне, в шансах применения и тому подобное, как это, скажем, в Дота 2, которая, бесспорно, одна из самых популярных киберспорта, там очень много рандома, или там Хардстоун, который вообще там, ну, выиграть можно только если тебе повезет. Это да, это я согласен. Атлас Реактор в этом плане, конечно, очень сильно отличается, выигрывает, и нужна человека именно мозга. Нет, крутая мышь, там, как для шутеров, к примеру. Но популярность жанра, сожалению, низко. Понятно, то есть ты все-таки считаешь, что из-за того, что она именно больше интеллектуальная и требует, скажем так, внимания, а не какого-то разброда мозга, да, вокруг, то она из-за этого, скорее всего, и не двинется вперед. Я думаю, да. Счетом того, что ESL начали проводить, потом перестали проводить, и сейчас не планируют возобновлять. Я думаю. Я очень надеюсь, что игра хотя бы проживет еще пару лет, не то, что там уж будет кибердисциплиной. Угу. Ну, это прям печально вообще, если она вдруг помрет, будет обидно, потому что игра интересная, и не хотелось бы, чтобы она умерла. А не было предпосылок таких, что может быть Трионам просто пофигу на вообще игру, и они типа, ну, как бы попрет-попрет, нет и нет. Ну, я не знаю, где они говорят, не в Трионах работают. Ну, я имею в виду, ты не сталкивался с таким, может быть, они там что-то говорили по этому поводу, может, они-то анонсы давали, что типа, мы не будем там игру пиарить, развивать и прочее. Нет, не было такого. Стримы регулярные по пятницам проходят. Угу. Там музей, моби стримят. Обидно. Акции они устраивают. Дальше не бывает. Ну, обидно, конечно, что так происходит. Что дальше планирует делать команда 360, ноу-скоп? Вообще, будет она играть, или она развалилась окончательно? Фактически, от команды 360 в данный момент остался я. Набрать новых бойцов? Ну, у меня, конечно, мы очень хотели набрать новых бойцов. В голоде, возможно, если закончить сессию нормально, возможно, он вернется. Я бы очень хотел, чтобы он все-таки остался, потому что он очень сильный игрок. Угу. И причем, мало того, что он сильный, он еще и в отличие от зомби и флотской, он адекватный. У меня есть пара человек на примете, кого можно было бы добрать, но пока слабовато все-таки. Может, есть смысл каким-то менеджментом заняться, да, который будет стимулировать людей играть в эту игру именно в команде? Ну, это все, чего-то стоит, наверное, как минимум времени. Ну, как минимум времени, да, это так и есть. Нет желания потратить больше времени для того, чтобы, возможно, в результате этого выиграть. Нет, чтобы что-то выиграть за счет этого. То есть, когда ты соберешь новый состав, если ты вложишь в них время, силы, может быть, на выхлопе ты получишь как раз более высокий результат в плане того, что они будут играть, они будут стараться, им будет интересно. Просто в любом случае команда без менеджмента существовать не может. То есть, если не будет человека, который управляет ситуацией, команда развалится. Это, ну, блин, это нормально абсолютно. Пока что, во-первых, я сам не считаю себя очень скиловым игроком. Я не лучший игрок. Во-первых, так что, как бы, ну, тренировать команду тоже должен кто-то получше, чем я, наверное. Ну, и, во-вторых, время оно такое, ну, просто так-то не появляется ниоткуда. Это да, это я согласен. Я бы мог заняться, если оно будет, если ничего не случится. Так вот, видишь. Я за усилителем. Серьезно? За май таймик пойду. Слушай, я на самом деле все это время был уверен, что ты играешь на... Нет, я сегодня... Да, я, кстати, не сказал ребятам, я сегодня играю за Зуки. Буду учиться на ней как-то осваивать, потому что Блэкбёрном я более-менее адаптировался. Начал играть, ну, относительно средненько неплохо. А вот других персонажей я не знаю так хорошо, как Зуки. Дочнее, как Блэкбёрна. Поэтому я решил сегодня освоить второго персонажа, начать осваивать. Я думаю, мне будет проще и комментировать, и разговаривать по этому поводу. Объясняться как-то более внятно. Ух ты, два хп у него! Ну, у меня эскейп есть, я сейчас свалю просто. Так, у меня... Ну, есть возможность эскейп? Так, там дэш. Куда будет дэш, неизвестно. Так, а стоп, а эскейпится как у Зуки надо? На соседнюю клетку? В смысле на соседнюю? Ну, я имею в виду на клетку рядом с врагом. Я вам прыгаю в сторону серфера. Сайфера. Это не... Блин, я из-за этого не пошёл никуда, пока думал. Это не Гаррисон, нет, она наносит в месте, где она стояла, она наносит урон. А, всё, а там, куда приземляется, ничего не происходит. Нет, тебе надо было просто за стену свалить, чтобы свалить, как бы. Ну, нет, я так-то свалил, в принципе. Ты открыт всем витрам, на следующее. Ну, у меня телепорт есть, если чё так. Ну, он один, одноразовый. Я как бы в курсе. Как бы эдэш твой тоже откатывается там. Семь, да, с семь ходов он. Хорошо, что я отсюда убежал. Так, а ещё ты не в радиусе моей ульхой, потому что я не пошёл. Так, а ты у нас где? А, ты внизу стоишь. Всё, я понял, сейчас я к тебе приду. Ну, ты приходи, а я следующим ходом постараюсь ультануть всё-таки. Так, ну вот я прыгаю назад. Так, да, да, ага. Так, хорошо. К тебе отхожу, чтобы ближе, потому что у меня хп вообще нету, и мне смысл сейчас срывать вперёд, умирать только если... Пытаюсь, пытаюсь сделать так, чтобы у меня все попали в ульту. Я понял. Ну, у меня, если что, ульта тоже готова. Как ульта у неё работает? В определённом радиусе она всех... Смотри, в преп-фазе у тебя наводится она на тех, кто стоит у тебя в радиусе, и не за стеной, если у тебя не через стену, она наводится. Если все остаются, то на всех попадает. Если у нас ракеты летят в те места, где кто-то стоял, и повреждают не только ту точку, в которой кто-то стоял, но и все вокруг, то есть 3 на 3. Понятно. Так, я ультую, взбиваю, всё, всё хорошо. Буль? Да, детка. И свалил. Лично. Они твои ульты боятся, на самом деле. И они не видят где-то. А ульта в радиусе определённом, или... Ну, конечно, в радиусе, ты что думаешь? А вдруг по всей карте? Как эти, патч-ноуты на 1 апреля? Ну, типа того, да. Там было, что, ну, правда, не ульта, а Big One, типа, действует на всю карту. Такс. Сейчас попробуем поджаться под ульту. Хилку я взял ещё одну, так что должно выхилить меня всего как раз. Ну, бывает, что у них-то тоже хилится чувак, которого мы отпустили с двумя хп. Мм, да, я понимаю. Ну, у него уже 76, и ульта у него есть, поэтому это ещё плюс 30, а плюс 45. А тебя пробивают. Такс. На самом деле, а ты мог бы... Хотя нет. Нет, 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 нормально. Сейчас я ближе подойду. Я попробую майты взять сейчас и потом ультануть, если получится. Если нет, то ультану сейчас до забора майты. Да, я вижу уже, я уже вижу, да. Очень хреново стоит на самом деле. Да, он ультует в другую сторону. Ух ты, блин, не туда я. Кластер кукинул, ну ладно. Прочекал? Да, я не проверил. Отвык уже, блин, две недели не играл. Да, мой. Бон мог и не ультовать. Так, ага, вот такой радиус. Всё, понял. Так, у нас он дерьмо покинует. Что же, я покажу остальные яйца? Абсолютно. Опа, один свалил, дабы не огребать. Ульта сработала. Сейчас у меня ещё были пустелески, а, нет. Ульта не учла, походу, что проще было в тебя вливать. Отлично. Классно. Ну, как бы, можно было как-то в какое-нибудь другое место попасть. Ну, он же не в нашей команде, уж не знает, что мы делаем и зачем. Нет, ну, Тасан всё нормально делает. Так, Тасан свертой. Так, я, наверное, не могу на тебя не переключиться, не перепрыгнуть. Да, нормально всё. Ну, прыгнуть мне надо, потому что меня могут убить. Сейчас ульта будет, да, скорее всего, Ад? Нет, ну, скорее всего, прыгнуть. Вот, зараза. Ты выстрелил? Да, я выстрелил прямо вперёд, как раз в её направлении, так что должен попасть. Ну, там мало было. У меня эскейп есть, я её убиваю, как раз. А, нет, не разорвался, хорошо. Эскейп куда-нибудь постарайся, чтобы тебя потом не убили. Вот это вот плохо, там Селеста. Ладно. Сигану за Майтами. Ну, луч. Меня, кстати, спасают. Да, я вижу. Не спасли. Она сейчас просто работает, и всё, так ладно. Хорошо. Ух ты ж, какой радиус-то. Просто грибом-то. Вот такой Уберкил. Уберкил это-то очень. Так, на ульта ты опять не врать. А ещё я без связи. Так, ну, вон, присоединяйся к этому, к Блокбёрну. Я не могу присоединиться. К чему? Он через схему не работает. Понял. Я наверх отбегаю в угол в самый. ХП нету. Я так и буду с этой ультой, блин, бегать, походу. Ну, вот это, кстати, очень плохо. Ну, а и что я могу сделать? Я не могу её никуда кинуть. Надо держать баланс между тем, что ты сейвишь ульту, и тем, что ты промахиваешь ульту. Так я не... Я понял твой намёк. Ну, я сейчас не промахивался. Просто сейчас некуда её было запускать просто. Я на грани постоянно нахожусь и не могу ульту кинуть. Пять ульту кинуть, стей фокус. О, не просто любишь мистерии. О, отличненько. Как он через ловушку-то пробежал? Он, кстати, активировал щиты. О, вот этой штукой я уже попадаю второй раз. Круто. Ну, вообще-то тебе Асана помогла, потому что она его зарутала. Как бы это тоже... Это топовая комба и очень старая Асана Зуки. Так, ну что я, стреляю в Сайфера? Ультой или не надо? Уйдёт тебя или нет? Так, Сириус Майк сейчас ультует. Не буду я стрелять, ладно. Мы с тобой разорвали, потому что ты очень долго думал. Ну... Ух ты, шьёшь. Что плохо. Сейчас у меня, наверное, грох. Я тебя улечу. Я не стал уйти, так что тебе навряд ли гроху. Хотя... 32... А, нет. А, ещё Селеста. Да, сейчас судьба. А, нет. Убрать. Забавно. 1 хп? Угу. Я лучший просто. Теперь умираешь. Да, скорее всего. Ты прав. Ультуешь в никого, скорее всего. Ну, попытка не пытка. Ну, может быть, попадёшь на рандом. Ну, а всё равно два хода осталось. Блин, я либо ультует вообще не солью ни в кого. Либо, блин, хоть в одному попаду. Два хода осталось, но сейчас 2-2 будем дальше играть, скорее всего. Да вряд ли. А, у нас два полутрупа. Сейчас Сан умрёт. Если полутрупа. Вы два трупа. Это ни в кого не попал. Да. Лучше бы засейвил. Три трупа у нас. Завичи. А, Сан осталась. Ну, следующий ход номер. Третий. Эх. Мы проиграли. Да. Эх. Ну, да ладно. Почему мы проиграли, ещё не проиграли? Ну, проиграли, потому что 19-й ход и ещё 3-2 будет. А кто ещё помрёт? А где она? Чё-то я её не вижу даже. Вон она стоит и плачет. А, всё, понял. Плакал это я, это не она. Нет, Сенон. Сенон. Ну, я не знаю. С Кварком проигрывать, это позорище. Ну, я делал всё, что мог. Я играл нормально. Я не знаю, чё. Да я тоже делал всё, что мог. Я играл нормально. Ну, я бы не сказал. Ну, блин, у меня первая катка за Зуке. Что ж ты хочешь, чтобы я тут гнул и нагибал? Слушай, давай мы с тобой против ботов поиграем тогда за Зуке. Не, вот там кто знает, знаешь, чё сделать? Чтоб ты хотя бы знал, как ульта работает. Нет, давай, я уже всё понял, я примерно разобрался. Мне надо сейчас настроить сетап самой Зуке. У меня ни мода, ничего не настроено. А, свеж полная сейчас версия, да? Да. Там хоть зрители-то есть. Дефит. Если кто-то попадается с нами в бою, ребят, пишите. Я вам дам код. Ну, Толрена. Ситадель скин. Их ещё много. Девать их некуда. Да, кто не в курсе сейчас, о чём идёт речь, ребят, у нас замечательная наша администрация всегда раздаёт плюшечки, подарочки. Поэтому, если вы играли с нами или против нас, и вы нас выиграли и выиграли с нами вместе, то вы можете получить на халяву себе скин от Толрена. Или оттолжение, как его теперь называют, да? Соответственно, да, получить в подарок себе абсолютно код на скин, который нельзя купить, нельзя там где-то раздобыть его внутри игры. Поэтому сообщайте нам, пишите ваш ник, где вы с нами сражались, а ещё лучше стучитесь в личку, добавляйтесь к нам в команду, играйте вместе с нами. Так, что там у нас с нашими ребятками-то из другой комнаты? Может, там есть парочка освободившихся, чтобы у нас полная пати была? Я вижу, что их четверо. А, они четвером, значит, катают, да? Ну и ладно. Так, давай мы настроим, настроим эту замечательную женщину по имени Зуки. Так, что мне тут дали? Бастион, насмешка, встань за щитом. Усиление и пробиотическое знамя. Прикольно. Забавные насмешки. Угуся. Ампарта. Так, что по умениям? Что ты посоветуешь Зуки ставить? Умения, моды. Так, Зуки. С первого, начиная с бомбежки, вот что здесь? Однозначно за 3 плюс 4 урона по площади. По окружающим врагам на 4 единицы? А, ну понятно. Значит, мне надо что-то отменить тогда. Ну ты отмени, значит, ты все отмени, а потом вытаешь. Окей. Так. Это справа самое нижнее получается, да? Дополнительная шрапнель. Так, теперь липкая бомба, да? Что у нас тут? Так, ну тут варианты возможны. Давайте я сначала по первому поясню. Почему, собственно, плюс 4? Потому что у тебя фактически радиус стрельбы не 7, как у всех, а 8. Потому что у тебя еще сплэшем 8 клетка идет. А еще Зуки зачастую может вот этим вот сплэшем за угол стрелять, за стену. Сама при этом оставаясь в безопасности. Поэтому тебе нужно наносить нормальный урон вот этим сплэшем. 26 это лучше, чем 22, намного. Ну, конечно, конечно. Понял, понял, хорошо. Далее. Липкая бомба у нас. Липкая бомба. Ну, на самом деле, возможно, варианты. Можно ничего, допустим. Отличный вариант. Можно ревил. Ревил это что? Вот, как он там, я не знаю. Это обнаружение, как это отслеживаемость, как там по-русски, я не помню. Ну, с какой? Слева первая или вторая, или справа? Справа, справа верхняя, за один. Враги становятся, видимо, до конца следующей фазы решения. Видимыми. Да, осадки фосфора это называется. Как-то так. Это полезно, особенно против инвизоров, по понятным причинам. Но иногда полезно и вообще. Ну, пока поставим, не вопрос. Хорошо. Я беру замедление. Замедление это у нас что? Дополнительный контроль. Это вот самое первое, даже по умолчанию. Ага, когда липкая бомба взрывается, враги замедляются. Типа очень липкая, типа того должна называться. Она называется бомба-липучка. Ну, бомба-липучка. А сам скилл как называется? А сам скилл называется липкая бомба. Возвращенцы, вот наоборот. Не, не, это гений. Это разве не гений? Это же гений. Ладно, далее у нас идет третий скилл. Здесь он называется бум. Так. Профессионально это ты берешь фриэкшн. То есть экстра. Слева, справа. За третий. Первый, второй, третий. Слева, нижний. Слева, нижний. Так, это умение становится экстра. Увеличивает восстановление умения на два хода. Вот это, да? Да. Окей. Ну, можно еще попроще взять замедление. Не. Ну, лучше фриэкшн, особенно когда ты играешь в команде, с кем-то, кто может зарутать. Либо бросить. Типа Раска, Саны, Хрампарта и тому подобных ребят. Хорошо, хорошо. Далее у нас идет ракетный прыжок, эскейп, так называемый. Что здесь? Руки, шамп. Ну, очень хорошо иметь мать. Вон, собака дорогой. Это какой? Это, ну... Мощь или который щит дает? Что-то еще. Что-то еще это должно. Мощь, то, что ж мощь дает. Не щит, а мощь. Тут три, да, надо. Щит на Зуки, это, конечно, хорошо, но это на Зуки. Зуки прыгает хорошо, за стену может запрыгнуть. Да, так что есть щит, особо не нужно. Обычно оказывается в безопасности, когда ты на ней играешь. Я понял. Окей. Но у нас осталось вообще всего два деления, как такового. А у нас еще ульта не выбрана. Соответственно, ульта. Раньше все брали, разумеется, увеличение дальности. Но его последним патчем порезали, теперь увеличивает только на один. Поэтому, ну, можно, в принципе, оставить. Но для новичка на Зуке лучше, наверное, взять все-таки увеличение урона. Угу. То есть, то, что по умолчанию там стоит. Понятно. Нижнее левое. Но у нас тогда остается неактивный ракетный прыжок, потому что все остальные уже умения распределены. А что с прыжком, сколько осталось? У нас ноли осталось, у нас биток, все. Ну, значит, ноль и оставляешь. Слушай, у тебя не должно быть ноли. А, нет, у тебя должно было остаться одно. Нет. А, ты на липучках что взял? На липучках, бомбу-липучку, ты сам сказал. Замедление. Ну, и, соответственно, прыжки ничего тогда. И это нормально? Потому что там из полезного реально это майты, но майты очень дорогие. Окей, что у нас по подготовке, рывку и атаке? Катализаторы. Катализаторы, да. Ну, либо ты берешь майт, либо хилл. Я беру майт все-таки под ульту. Потому что ультап все-таки очень много урона наносит у Зуки. Именно по большой пачке может нанести урон. В рывке у нас перегруппировка, я так думаю, да, к союзнику, чтобы рвануть? Нет, нет, нет. Нет? Перегруппировку я вообще не люблю. Потому что это очень часто становится причиной смерти от Ауэшек. Потому что ты в упор становишься к союзнику. Ну, так-то да. Ну, не знаю, вспоминая Блокберна, я играл им, проблем никаких не было особо. Ну, если есть кто-то, кто стоит далеко от замеса. Мне больше нравится стандартный. Окей, и в атаке у нас? Unstoppable. Это у нас адреналин, что ли, получается? Самый первый? Да, адреналин. Ну, все, все, так дадым. Либо что? Ну, больше, больше, ну, можно пробку взять. Ну, зонт, зонт, который по русски. Зонт, от дождичка. Да, дождичка. Ну, это уже так, знаешь, очень ситуативно. Ну, понятно, оставим пока какие-то. Я им попользовался и понимаю, что Unstoppable полезнее оказывается. Если бы он хотя бы инвиз обнаруживал, это бы мастхэф. Понял. Ну, я готов. Я готов к следующему заходу. Ну, ну, пробуем выиграть в этот раз. Да выиграем сейчас, все будет нормально. Просто нужно привыкать к персонажу, ты ешь, первый раз играю. Так, кстати, у нас сейчас увеличенный опыт, так что советую вступить boost опыта фрилансером. Он стоит 30 тысяч флаксом. Это где такой? Это открываешь store, нет, не store, аккаунт. Я вижу, я вижу, нашел. Нашел, да? Да. Отличненько. Купай на неделю сразу. Да, я купил. Его можно было просто внизу нажать, где усиление, где дружеские бонусы, и там же можно было нажать сразу бонус к опыту наемников. Бой насмерть. Заполнитель. Щенок и кварк. Хм. Опять такой же сетап, только нам вместо... Кто у нас там был в прошлый раз? Берн, собака. Да, вместо Берн. Такой же сетап, это очень сильно отличающий сетап. Раньше у нас было два ранджевых дамагера и танк, то есть стандартный такой, классический сетап. А сейчас у нас два милишника. Причем один из них жирный. Это Асана? Нет, это как раз пап. Понятно. Асана сама по себе танк. Не, ну она худенькая, по ней видно, я поэтому и удивился. Она за счет щитов только живет. Прикольно. Надо выигрывать, сейчас будет победа. Лично это надеюсь. Дело в том, что кварк, вопреки мнению многих людей, которые плохо разбираются в игре, кварк очень плохо работает с милишниками. Очень плохо. Почему? Потому что кварк должен стоять за стеной. А, дистанция нужна. Да, он должен держаться подальше от гуще сражения. И его дамажащая связь, если она есть, это конечно хорошо, но если ее нет, ты как и хрен с ней. Понял, понял. Он, главное, должен ульту набирать. Ох, моя любимая карта. Сейчас я буду повторять эту фразу каждый ход. Какую? А, налево иду. Надо, вот сюда стынь. Куда? Или сюда. Все, перешел, ладно. О, yeah! Как ты так выходишь, ты можешь грести очень. Ну ты же знаешь, я все время там выхожу Блэкберном, ни разу не огребал. Я такой, не огребучий. Они вот здесь вот могут быть где-то. Ну, кидаю туда ракету. Нет, не надо, не надо. В смысле не надо, я уже кинул. Да пусть и... Не надо, не надо. Да нормально, да, я хочу. Отменить, Джет. Да я хочу. Джет, у тебя Асана в команде, понимаешь, и нарутать будет. Ты куда идешь? Здесь остаюсь на месте я. Знаешь, что ты в команде Асана, которая могла сейчас рутануть саппорта, ты бы сверху поставил Биг Ван, и это стопроцентный выжатый католизм на третий ход. Прикольно. А тут реактор, игра командная. Да, я понял тебя. Ну, Асана-то с нами не в команде, и не факт, что она сделает то, что ты предлагаешь. Ну, она это может сделать в любой момент, поэтому... А ты бы сверху Биг Ванной кинул. Рил паролич в скайпе появился... Ой, в скайпе, в твиче появился в чате. Вот, смотри как. Че делаем, как бьем. Тут один вариант, по-моему. От тебя. Ну, окей, стреляю просто вперед. И отступаем. Куда? Я назад на твое место, наверное, отойду, нет? Давай. Давай. Ты сейчас не на мое место, сейчас за мной. Ага. Ты знаешь. Он сейчас хоть может прыгнуть через нас двоих. Я думаю, он этого не сделает. Он может впрыгнуть в Асану с собакой, потому что они там огребают. Вот я про что говорю. Скорее он будет там в группе зажимать сейчас. Нет, он решил ударить просто. Он нас кинет сейчас, наверное. Но мы не разорвем. Нет, они о том, что за мот я не смотрел. Двоих он кинет или одного? Ready. And free. Охуя. Не попал. Потрачено. Потрачено. А, собаку кинул. Очень странный парень. Ну, он, видимо, этого и ожидал, блин. Бежал. Да, и у нас сейчас какой-то расклад. Мне даже... Да, мы залетаем. Давай, двигайся вперед. Только, ну, куда-нибудь. Не сильно вперед, конечно. Ну, давай я сюда дойду все. Да, ты поселять не сможешь. Да я вот до поворота дойду. Хорошо. Так. Пароль, ты как там освободился, дружище? Ты можешь зайти к нам, и мы поиграем все вместе. Напиши лайк, биду, чтобы он тебя перетащил в Steam. Да что ж я в Steam все говорю. В стрим, блин, этот Steam меня уже достал. В стрим, да. Можем очень подолгу играть, искать игру втроем. Да? Настолько все тяжко? По три пачки редкие, а игра старается балансить сначала одинаковые пачки. Ну, тогда нам надо дату, нам нужно, чтобы четверо было. Так, мне, наверное, надо тихоньку на собаку будет переключиться. Давай, переключайся. Тебя не бьют. Не убьют. Так. Таргетные параметры встали. Хорошо. Оооо. Собака что-то сейчас делать будет. Мощь активировалась. Не знаю, а, потянул. Тянул кайджину. Угу. Удлиненным полоском. Бумс, привет. А, он все-таки к нему пошел? Блин. Ну, не хотят они. Ничего они не хотят. А я... Да, я уж понял. А я заберу. Кого? Вот этот, хосту. Я помогу энергию забрать. А, во, я забираю энергию и возвращаюсь за поворот сюда. Ага, хорошо. Блин, тайбанк пролюбил. Опа. Слили у него эскейп. Смотри, кто-то хочет нас убивать. Да, понятно, кто. Гоблиндия. Я, кстати, отвратительный перевод, а разгребленный. Ха, разгребленный. Но, блин, я вообще про локализацию уже говорил много раз. Это, это бред вообще. То, что мы здесь видим, читаем, это, это, конечно, жесть. Так, я хилку профилактически забираю, куда ты идешь? Я вот туда дальше пойду, вот сюда. Ага, хорошо. Это в гору! Такая лайтовенькая игра. Не паримся, спокойно, движемся. Ну, там, на самом деле, на самом деле, очень красиво, а я хилю сейчас приспаку. Спасибо за помощь. Я, конечно, почти набрал ульту. Да, половина еще только, всего лишь. Нет, я почти набрал. Ну, сейчас вам можно как раз сорвануть к нашим и подхилить их. Я уже подхожу. Угу. Если успеем, конечно. О! Они не протупили и все подошли. Так, я переключаюсь на собаку. Давай. Так, куда идет Асана, я не вижу. Напрыгает куда-то. Я останусь на месте. Никуда не пойду. О, Асана к нам сиганула. Хорошо. Почему-то она приземлилась не там, где был нарисован. Не надо. Бывает. Бывает. Бывало, что и казалок съедал. Так, теперь я вот не могу спросить у пса, куда он идет. Ну, я думаю, он вряд ли дрованет туда вглубь. Хотя есть такой шанс. Если бы ты ульту сейчас прожал, мне кажется, можно было бы тебя отхилить. Я прожал ульту. А, ну все тогда. Если даже пес убежит, я думаю, нормально все будет. Че сделал? Он пытался угадать, что ли? А если бы прыгнул сейчас, ровка сюда. Да, я понял, он пытался угадать. Блин, я по... Не пройдил. С учетом, сколько у меня хп, это может и к лучшему, что я их собрал. Так. Бака впрыгивает. Внуждает меня выходить. У меня это плохо. Я, конечно, мог бы сейчас выйти, потому что у меня 45... Блин, я сейчас в ульту войду, да. Ну ладно, у меня 45 считаю. Оооооооой, плохо. Сейчас по 4 мульта нет. А Раска, что ли? Раска нет. А, не стал. Он только что набрал ее, видимо. Бака, не отвечай. а мне просто некуда было стрелять и я напоследок решил на всякий случай а то вдруг угадаю да могла бы ультануть и выжить но нет она решила что ей это не надо да ну ёшки ты матрешки слушай они очень хорошо закомбили сейчас согласен так и тут ульта сваливаешь куда сваливаешь я до сигану вот за поворот за тебя прям наверх ну не зря они по идее пытались как раз в эту сторону отработали вот только гремлин это не в меня не попал даже не ультил вот сейчас ульта нет а ульта у него это чё рывок да большим дома куда ты идешь вниз туда ухожу к нам я скачок делаю в самый низ я хотел ульту прожать но если ты говоришь есть вероятность что он сейчас ультанет то есть хорошо что я вышла то втроем мы получаем да ты волнах я бы умер да еще одна ульта а они туда не улетают но ульта у него теперь будет а мы все просевшие особенно ты ого так у тебя есть еще и скейпов но я могу ультануть и причем очень жестоко давай а я на хил пожалуй ты не можешь берем туда вернуть нет там все равно не потянусь до гремлина они все кстати с эскейпами а гремлин тебя просто думаешь сейчас просто три каталиста это если сейчас три будет это будет один лет один точно есть 2 возможно тоже нет 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 вон они оба умер и 3 смотрите каталиста шикарно ну да блин но это было круто просто 156 урона заход да мне понравилось как она прыгнула чтобы спрятаться и я гребла там же куда прыгнула жесть ваще я похоже что я чуху думал ром ну попробуем выжить пёс вытворяет хрень пёс вытворяет хрень но может решил что уже все типа можно не париться эх чуть-чуть не угадала каком направлении да ёлки я тоже не могу ответить на это вопрос слишком близко вышел все таки где когда когда обнаглел да ладно я нормально выходил на самом деле я умер то в ситуации когда я домашки нормально набрал сколько у меня да все нормально с показателем я не набрал наверное мы 1 до беру это вот так уходу на тук сию уже замок нужен 4 ведь 1 так и есть 4 1 а я на выхиливаю надо было уничтожить кого аврору вот и и вот я за ней и пойду сейчас я просто отсюда и все равно не вижу понятно я тоже не даешь за бегуан это такие в никого тупая собака чего творит зачем и где она просто бегает да она просто бегает от ну да понятно нет насколько она сейчас еще отхилит себя это будет обидно вон она же 51 их чуть чуть не задеваю вот обидно я три клетки невидимости задел но это не задел это просто убить о как же не добрал фигасе серьезный урок полетит по всем минам она а туLife 1 жизнь хиль в санч их если мужд Nasıl расставаешь до него да даже не прыжком ничего стреляй в эту фигню матер NAS center спрыгнет так я о бамбам он не держится beast bbd ух ты ульта вошла эх блин тупой папа он мог бы прыгнуть я согласен следующим ходом я блюда фриц мог нам сигануть но почему-то этого не сделал обидно мог прыгнуть инвизом у него тупой сам бесполезный ну блин вот видишь отсюда и результаты то что не знает как правильно подобрать себе сет и на выхлопе получается вот такая штука причем он дорого стоит 3 и ты входка ты уходишь в инвиз не делаешь ничего не уходишь в другой конец карты не догоняешь никого а просто на клетке смещаешься ну видимо ему это нравится либо он просто не знает как это сделать и объяснить некому эффективную хило 266 несчастных убежали от нас чтобы не огребать нет я про союзник а так они с самого начала же убежали туда вдали все говорит ты говоришь почти умерла да ты говоришь я агрессивно играю на самом деле вот кто агрессивно играет они просто свалили от нас бросили нас а мы не могли не помочь ничего сделать хотя вначале мне кажется мы слишком осторожничали потому что могли бы в нараска побольше в него влиться и на дамажит поболее насчет как-то это попрятались несколько ходов я вообще не стрелял просто двигался это не очень хорошая идея была так а что там с народом осы вы может освободился может пароль освободился давай вижу time to die ну-ка надо спросить у него где он там чё он там time привет time привет привет мы тут стримим ты с нами выиграешь не играешь сейчас зайду давай вот у нас появился третий участник и я так понимаю нам четвертый еще нужно вообще будет тема так пароль хома но они там наверху ребят тусят так что их четверо я так думаю по прежнему хотя не факт кстати что они вчетвером играет но всякое может быть и да приглаш гусь я думаю еще одну две каточки сделаем как раз чтобы на расслабончике не напрягаться и можно быть на сегодня закончен ребят кто смотрит стрим кто играет в атлас реактор присоединяйтесь у нас до сих пор есть подарки ключики всякие приятные мы будем их вам раздавать и естественно ваша задача только одна побеждать нас или побеждать с нами вот и все так хочу у нас голый мужик и голая баба вы как бы это оделись бы нету радужных угодно не покупал а это скин такой что нет низких заполнитель заполнители есть скин как то он становится радужным вместо черного прикольно кстати вы играете не играете в этот в overwatch ты который сейчас бесплатный я его скачал пока не ты не тестил его не проверял после вчерашнего еще но у тебя будет полчасика проверить просто три лоны со своим их за опытом победили ну знаешь с учетом что близов бесплатный overwatch всего лишь второй раз первый раз это было в момент когда игру пустили в релиз в прошлом мае в прошлом году на в этом году в мае у них четыре дня так что мне кажется близы победили просто ты не выбрал близов понятно что близы победили но я о том что я от вас реактор все-таки люблю больше чем overwatch который никогда не играл и поглядел я как ты в него играл и понял что мне там тем более делать ничего не я в него вообще я и в него играть второй раз ты чё думаешь я к нему особо ничего не умею какая разница достать ну как бы человек который играл в шутеры в своей жизни но вернуть будет играть получше чем я а мне кажется наоборот весело когда ты играешь впервые для тебя все как бы в новиночку так диковинку это весело только не весело тем людям которых с тобой в команду бросил вообще не весело реактора это тоже касается но тем более тогда какая разница где страдать вот уже не титус а сейчас нас три будет мясных просто парня а там тоже самое а там два саппорта можем проиграть нормально все будет вливаемся в саппортов не пробиваем орион то орион и меридиан будет меридиан до сих пор не понерфили он все еще имба да я нам бы никогда им бы не был ты сам ты же сам сказал непробиваемый за счет ориона все они дополняют друг друга хороший связка меридиан это тот саппорт в котором игра в два саппорта становится реально оправданный мстители разработчиков что это такое что это за звание нужно победить против команды убийц разработчиков прикольно убийца разработчиков дается за убий убийство команды из разработчиков если тебя убьет команды за разработчиков получишь убит разработчиком прикольно хочу такую штуку хочу убить разработчиком при он периодически проводит ивенты на мстителя разработчиков периодически те кто у кого есть девки мир то есть мне вы укрытия не оставляете да ладно же по тебе укрытие нужно так нифига ты врываешь фига ты врываешься давай я тоже не ворвусь туда вот сюда побегу жизнь давайте в трех из новых окончить да пофигу если врываться то всем дружно чтобы весело было они все справа по ходу я туда кинулась ракету не вон смотрите вон они двоих нашли у нас нет ориона и это да не важно разбираем одного прям жестко наказываем его он сейчас должен эскейпится либо умирать факт-факт по троим по троим раздать и все все будет нормально если он останется раздавать то помрет да он не помрет но я имею ввиду что ему будет очень больно сейчас хочу просто не ударить а то вдруг с вами они нам вот заливают этого меридиана мы должны залить им тоже не у нас меридиана скончается он оторвался открытия о как хорошо вошло но скорее всего вверх вправо он уйдет самое очевидное нахел конечно он я думаю захочет продамажить ох ты исцеление было похоже да вы его все ведь били я надеюсь плохо чекать надо это не шутка мы встретились в маршрутке орел парол пишет смотри у вас от орион мопс орион мопс я не знаю что это значит а орион мопс это снимчик такой по поводу вот этого сценария на крупным планом показывать а кто-нибудь выстрелил да я вышел счет и нормально все не все далеко не все все просто двоих вы справитесь я вас верю вы просто боги игры так кто-то сбежит и забирает всех или они до 3 групп утюгу сейчас даника должен умереть поезде если не убежит там вражеский доник вражеский орион как-то мы должны в него стрелять нет я стрелял больше никто не умрет и лидян с хилкой бег какое ульту-то прожжал ахилка тадян бал рил пару пишет вы больше собираете чем отдаете случается так тайм туда я в даника вбиваю в орион я так понял я вбиваю ну что это хорошее решение он остался на месте ему конец да да ага может быть я не очень хорошо владею звуки но блин командная работа никуда у меня не делась он нашелся тоже не вот он внизу и здесь как бы второй чувак кстати говоря чё пипка чья пипка и скейпся и скейпся ты что ты делаешь ладно 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 что ты нервничаешь все ради тебя бал все рил парал пишет я про урон да мы как бы поняли паролич мы поняли просчет а у него через стену а я задеваю даже через стену этого чувака или я через стену фиксирую этого чувака нет 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 но понял 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 поймут ты сейчас умираешь не умираешь потому что у меня все полетит это все полетит не уйта еще урод что-то какой-то у нас меридиан тупой он как-то бьет туда куда не надо пакет один промах второй тот кто меня ударит раз но они странны но они странны реакция классно я не могу этого заразу зацепить наш анс я ультую через двоих все все таки меридиана может ни в коем и это не сутка мы встретились масса до утки интересно раз будет ультовать ах ты не будет будет атаковать не нанесу сейчас ничего ты умрешь если останешься на месте хочу в одной тоже говорите хватит повторять друг за другом как они классно встали слушай две сотни я забрал хп жесть вообще у нас меридиан наконец умер похоже ты думаешь я вот умер как ни странно но блин я свое сделал жесть жесть народ ох ты у меня домашки то сколько а прыгал к я отсюда да прыгайте вообще отсюда нафиг тогда если повезет ты можешь от двоих завалить они хотят меня завалить туда нет никак не завалить отсос глобальный сейчас бы прыгать во время отсоса эх чуть-чуть отшел прыгать во время отсоса это конечно плохая идея так тайма ты можешь убить товарищ я в него 46 дает что-то меридиан у них промахнулся но как хорошо это было весело это инвалида добивая убегая 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 не надо сливаться лишний раз нам пригодятся твои мертвые человек твои мертвое тело нам пригодится ай два у него остается не убили ну ладно я тоже не забирать я убили да дерьмо 3 3 еще да фигася а я то думаю где я стою не потому что да я понял я убегаю да я убегаю влево вверх так меридиан теперь дофига хп здесь нам нужен 40 с чем то до 56 ооооое так окей Тебя хилят, да. Кстати, зря ты орёшь. И ты отхиливаешься от этого. Все твою энергию снял. Может он не может нижнюю ослабить. О, это был бой. Это был бой, я был бой. Мой бой, я был бой. Чё? Ешь, как бам. О, кому ульту прожал? Зачем ульту прожал? Попробуй догадайся. Ну, наверное, надоелся. Ой, как их там много? Угу. Прыгнуть можно, конечно. Раскидай клинок. Пацаны их пробьет же насквозь. Да, таргет рыча оборудования! Попробуй. Если они не эскейпятся, они от меня получают ракету, потом заряд еще одной ракеты. А им нечем эскейпиться. Круто. Нет, одному было и второй рванул. Все, видишь. Можешь. 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 Ой, там уже архиладский. Можешь. Можешь. 4-4? Блин, а как хорошо. Надо было стрелять вон туда, втал Жене. Ну, я не думал, что там так хорошо вольют. Чего ты возьмешь на мир? 4-4. Толерент пустой, кстати, надо его уничтожать. Да, вот я, чё и хочу. Попробуй. Ща зальем. Рил Парол пишет, слушай, я ща подумал, а ты, наверное, на Зуке лучше играешь, чем на Блэкбёрне. Пароль, спасибо большое за такие добрые слова. Я первый раз, второй раз играю на Зуке, первый раз когда просто тестировал, а второй раз вот сейчас. Так что, не знаю насчет лучше. Ну, хорошо, если это заметно. Значит, может быть, я правда играю лучше. Так, он слухой. Орион. 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 Такс. Джет. Да. Джет труп. Чему Джет труп? Джет бессмерти. Что, брат, так работал? Эх, блин, чуть-чуть правее надо было. Ну, надо было не туда стрелять, а вот сюда надо было. Я... Да. Я подумал об этом, но было поздно. Ольпуй теперь. Ого. Ой, как хорошо у меня щас ульта пойдет, слушайте. Ольпуй. Ой, как щас весело будет с ультой-то. Да вон, хилит, молодец. Меня зачем-то. Ну, чтобы ослабить всех. Ох так. Так, Джет, нормально все, у Джетта, у Джетта, у Пути стоит. Джетта все отлично вообще. Алё, он перебрал с ДПС, который он хочет насосать, конечно. Ну, вот, ослабление мне дали. И мне. Что там нормально будет ДПС? Ого. ДПС везде. Хорошо. Хорошо. А стульту нагрой. А сама угрожа. От чего он умрет? Я пустой, без эскейпов, без нифига. Мне не достать его. Надо было не отставку прожимать, блин. Дурак. Даже не подумал об этом. Так. Я сваливаю. В самый верх, влево ухожу. Кстати, это у нас, блин, последний ход. Ведь если кто-то умрет, мы проигрываем, если у нас умрут. Я не угадал, куда бить. У меня отправится еще хуже. Блин, надо было где-то. Да ё-моё. Блин, у меня еще хилка ланка. Так он только что похибил. Да. Я чуть добила его. Поехали. Поехали! 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 У тебя какое-то артическое положение, финальное, показывается. Что-то типа через стену пробежишь. Я возьму борьбу для тебя. А вдруг? Что, блин? Он реально через стену пробежал, слушай. И спрашивай, это магия? Ха, я понял. Ты на моё место должен был встать. Я сдал. А нет, смотри-ка, у него не заряжено. Он не заряжен, потому что был. Ага. Вау, 3 хп. Вот это шаржака получилось, ребят. На выхлопе. Классный бой, вообще, вышел. Отличная магия по проходу через стену. Офигеть, 170 процентов. У меня, конечно, их больше нет. Лучший дамагерь по проходу через стены, да. Смотри, чем диридиан у нас-то прям. И больше всех натанчил, и больше всех нахилил. Так. Биридиан такой персонаж, он танк. Фига, что-то мне понадавали первая победа. Использовать 10 усилений. Дождь из ракет. Достижения. Давно ты не играл. Давно я не играл, реально. 710 урона. 710 урона. Я же говорю, слушайте, Зуки моё. Правильно, Паролич говорит, походу я играю на Зуки лучше. Жесть. Он с нами будет играть или что он там? Так, Паролич, ты идёшь с нами или нет? Если да, то ты просигналил Лайтбиту как-то. Мне кажется, он просто параллельно сидит стрим смотрит. Он мне как раз, он только что мне написал, можно с вами сыграть. Во, давай его к нам, закидывай. Конечно можно. Закидывай его к нам. Я вижу в Дискорде пока, в голосовых каналах. Если он появится, то я его закину. Да, Паролич, заходи обратно в Дискорд, мы ж тебя не видим. Заходи, тебя сейчас Лайтбит закинет к нам в группу Стим. Стим, тьфу, всё, короче, Стим, убейте меня кто-нибудь. У меня Стим из башки не выходит. Стрим, ёлки-палки, стрим. И будем играть вместе. Мне дали сундучок из сундучка. Насмешка, щенок, гаву, грррр. Знамя безмятежности и усиление дали. Прикольно. Паролич зашёл в игру. Хорошо. Но бой получился, конечно, очень красивый. Так, ну ещё один бой и на этом, собственно... Здравствуй. Да, завязываем. Паролич, привет. Приветствую ещё раз. Кому не стоит изнять? Бери кого хочешь. От кого тебе проще жить становится, да? Кто тебя радует? Стимулирует. Меня радует эта тёмная мадам. Окей. О! Ну... Лайтбит решил на меридиане позажигать. Такое себе в команде играть. Натемная мадам. Давай, бери. Бери. Такое... Такое себе со мной играть. Да ладно. Вот не надо сейчас здесь вот, начинается вот. О, нормально. Имбатим. О, нет. Нет. Чего ты, не готов? Сейчас, сейчас Оза какого-нибудь возьмёшь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я могу. Надо? Оз. Это Оз. Не надо, нет. Нормальный всё. Локут хороший персонаж. Да ладно, у трнадцатого левела. Ну, тем более. Тебе до двадцатого ещё всего лишь семь осталось. Чё, по мелочи. Я право заговорил. Блин, я имел ввиду, возможно, что ты хочешь просто спокойно посмотреть стримы на фигуре с вами. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, нет. Есть над нами. Руинер присоединился и вы от меня уже не отвяжетесь. Так всё нормально, мы рады наоборот. Руинеры это всегда весело. Поэтому я и играю в Атлс Реактор. Согласен. Весело быть руинером. Far Cry 5 появился стиль на предзаказ. Far Cry 5? Да. Прикольно. Там будет опять оскорбление чувств верующих. Ну, как всегда. Мне кажется, у нас сейчас даже когда просто говоришь про оскорбление чувств верующих, ты уже оскорбляешь чувства верующих. Серьезно будет убивать тех, кто... Ты должен будешь убивать фанатиков. Ну, фанатики, мне кажется, это уже не верующие. Хе-хе-хе. Почему не верующие? Ну, потому что фанатики это уже всё. Это уже люди, у которых с головой проблемы. Подожди. Людей, у которых с головой проблемы надо убивать? Ну, в игре-то, да? Ну, в игре-то, да? Нет, на самом деле, по-моему, тоже, но... Но мы же сейчас... Угил бомба. Хе-хе. Такого точно не надо. Понимаю, что на этом проще прокачаться сейчас. Сейчас все это делают, все на этом поднимаются. Вот я не хочу этого ни в коем случае. А то реально ведь сейчас... Стрим закончится, я сейчас зайду на YouTube, а на YouTube у меня плюс 400 подписчиков. Все, как услышали, вот... Все из ФСБ. И все из ФСБ, да. Все, как услышали про убивать фанатиков, они прям сразу... Че, кто там, кого убивать сюда, иди, поговорить надо. Fat guy, а он, кстати, чат живой. Надо чат вообще, что ли, отключить? Зачем чат вообще в этой игре? О чём ты сейчас? Да ладно, там бывают довольно интересные вещи. Там бывают интересные вещи. Ну-ка, Паролич, поделись, что интересного ты находил в чате за последнее время? Я не помню, но я знаю, что там... А в ответ тишина. Там иногда кто-то пишет по-русски, и в ответ англоязычное сообщество начинает писать транслитом два единственных известных им слова по-русски. Да. Мы вас любим? Или мы любим? Причём? Да, конечно. Или я люблю тебя? Подозреваю, что когда они пишут блат, они имеют в виду нифига не волосатую лапу. Хехехе, хе-хе-хе. Да. Это, кстати, есть проблема в игровых сообществах, нетерпимость к людям из других стран, с другим языком. Подожди, подожди. Тут нетерпимость именно к русскоязычным геймерам очень сильно работает. Да, это потому что игра и разработчики, они американцы, и, соответственно, американцы считают, что кроме них никто не должен играть в их игру. Ну, некоторые, не будем говорить все, это неправильно, некоторые. На самом деле, русскоязычные сообщества в лице школьников, таких как Паралич, очень себя ведет нехорошо зачастую. Они стимулируют, да, отношение к нам, американцев? Поэтому говорят о Russian Gamers Cancer of Internet, там, все такое. Я вообще-то уже почти не школьник. Ну, вот, когда станешь не школьником, тогда ты будешь уполномочен защищать себя, а сейчас ты школьник, все. Как говорится, старшие дядьки сказали, а ты такой, ну ладно, ладно. Тыкнул вам в лицо своим трешным аттестатом. Там 2-2-3-2-2-3-2-3-2-3-2-2. Нет? Нет, тебе не настолько плохо. Говорят, про тупых школьников громче всех орут умные 17-летние первокурсники. Это факт. Опять чувак в бочке, все время он там в этой стеклянной банке беднягой. Это доктор Фин. Ну, я про что говорю, бедняга, мне его прям, прям мне его жаль. То есть мы опять там ультра-агрессивно играем, да? Да. Танец, у валькира заразился, что ли? Включаю режим, я могу лучше бота. Режим валькира, да. Экстра режим, время бота называется. А я не понимаю, чем вам не нравится подождать несколько ходов в инвизи. Зачем это скучно? Че? Я не знаю, что не нравится Тайм, я просто с ним вместе пошел. Это же так интересно, ты сидишь в инвизи, противник тебе подходит, ты неожиданно разносишь почти полностью одного из команды. А зато нету экшена, понимаешь, нет динамики, паролич. Нам-то что нужно? Нам нужно, чтобы мясо было, мясо. Так потом мясо и происходит. Когда подходит хотя бы один, начинается жесткое мясо. Ну вот сейчас, смотри, какое мясо, смотри, у нас трое минимум фокусит в центре троих, а вон четвертый, кстати. Господи, какая она дурочка. Я просто удивляюсь. Капец. Ну он еще раз перетягивает. Ну там, кстати, ааа, блин, я выхожу, ведь это же не. Ага. А кто-то в нем даже остался. Да, согласен, кто-то в нем даже остался. Эдбиточки, хил-ка, ее заль. Да какой нафиг хил-ку-то, че, хоть? Да ладно, Вик, ты ешь. На следующий вход. Ты не будешь-то? Давно нажал. Порой, кстати, видел, такой у меня результат по домашке был в прошлом бою. Да. Жесть, вообще просто. Я тоже учился, но больше 700. Больше 700, да, и я, я набрал Берни столько и не накидывал, ни разу не было такого. Ну, тебе, конечно. Ну, тебе, конечно. Ну, тебе, конечно. Пойзло-то, что они вот так вот поставились под твою прекрасную лупту. Это да, кстати, это очень забавный момент был. Перекатываться ближе к центу. Наверняка. Как же она живет? Когда you least expect it, bye-bye. Bye-bye. Давай, я хочу эти 50 в лице. Да. Ух ты, шею. Ты умер. Ой, нифига. По-моему, кто-то, но хотя... Да вы че? Вот, ребят, тайм, вот, не надо было выходить реально. Сейчас ты за мной уже знался. Не, очок вот за кем не увязываться-то еще-ка. Вот у меня агрессивный эйга. Не, ну это реально сейчас валькир-стайл был. Вот так же, выйти в сервину и селиться на четвертый ход. И забрать с собой саппорта. Мне сейчас вот нифига не смешно. Да, да, обидно так-то. Это, конечно, хуже, чем прошлая катка, да. Ну, пф. Куда я там? А, вверх, зелёный квадрат. Мы не убили никому. Мы просадили только одного и даже не убили. Да. Он почти трогал. А третий почти умер. А кто у нас почти умер? Как это, паролич? Сырты как я всасываю. Урон. Ещё немножко. Ну, всё нормально ещё. Обожаю это слово. Всасывайте. Ага. Я пойду дабью её, Лёша. Давай. Я постараюсь просто не умереть. Я пойду никуда. Паролич, давай давим с правой стороны, а сану заберём. Да вообще, как ничего делать. Я вон в право умереть. Нет, это всё равно. Всё равно, всё равно кавер. Диана. Вон там, наверное. А, у неё щиток я сейчас просто уран соберу, если. Я почему-то резко передумал по ней стрелять. Так, давай, это. Без промахов. Ты чё туда идёшь? Иди направо, помогай. Лечи наших лейтбит. Балки, спасай Дэш. Чё-то за мной ввязался. Вот, сверху ещё 2. Ещё раз, 2 раза умер. Упс. Да, детка. А он... Ой, ну... Везёт же. Пусть их просадят, я потом хорошо похивю. Вот быстрее, чё-то их похивю. О, фигаси. Так, а где, собственно... Так, а чё меня все кинули, тут я чё-то не понял вообще. Так, ты дашь, ты дашь? Да-да, я прыгаю. Куда, 6-ю? Куда показываю? Вниз, 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 пароличок, пароличок. Пароличок, я иду, пароличок. Я не буду один бегать, иду к нему вниз. Да, детка, иди ко мне. Я иду к тебе, детка, держись. Встречай меня. Надо было использовать таунт. Три-два, файр! Три-два, файр! Не попал, не попал! Не попал, не попал! Наша работа грамотная. Пусть подозревают о наших проблемах. Я-то чё, я ж не против? я добрый парень не хилю всего 33 не знаю как с она будет прыгать поэтому просто реки на ловушку думаешь будет прыгать ну да возможно но есть еще шанс то что у меня что она мне застанет и все ног мне подойдет это тоже через ловушку кнопочки привет блоге смотри свалит джет да надо стрелять так чтобы наносить 26 урона без укрытия то есть правее и левее да а провели стену понял понял хорошо это не сложно я понял насельника я себя поняли лейбит так сказал как будто он вообще тупой я подумал не уртовать почвала все серьезно как я ничего не могу поделать я пойду заберу левую ссылку у их у их мадам с помойки так сказать ультаща будет еще у нее мод стильный вон 9 плюсом ух ты ничего себе впервые вижу чтобы человек продал так много я даже не знаю как правильно сказать веков или веков или века ослабилений ослабилений ослабили дали им полотно ни одному кажется что на какой-то зеленая а вот так стоп слайд веба да на просто урон на нас живете это самое главное живет в белорусском полесье кудесницей леса звуки Думаю, их мне тоже будет фультовать. А мне некуда регруппиться. Ты все еще с собой держишь регрупп? На одном единственном персонале. Вот это. О! Прицелывает. Ну, фига себе. А эта дурь тоже льдается, да? Она только что перекатилась и вшитала. Надо делать треном что-нибудь с этой приколюхой. Она почти умерла. Ну, почти. За счет... Чуть-чуть. Не считается. А еще кое-кто не довернул бы Асаны. А еще кто-то слишком далеко от вас. А еще кто-то сейчас умрет. И это буду я. Не сейчас. Нет, нет. Это меня уже там разобрали полностью. Я там умер. Танцик полностью. В тебя утонули на прошлый ход. И ты остался на том, что он умеет. Я могу пробить по троим. А мне убегать нечем был. Ать, на него! Ему. Я думаю, плохой вариант. Она может это... Ну, хотя... Все, на него. Хорошо. Хорошо. Я же не знаю, какую меня хотели. Убивайте, добивайте эту красотку с дробовиком. На следующий ход. А вон звуки в самом низу. А, так они... Сейчас в разряд... Разряд... А, я ни в кого не попадаю. А мне бы хотя бы просто дом жить. Вед хилит себя. Убивайте. А, сейчас сдохну. И да. Нет, поскольку я все равно сдохну, я пойду на Майты. И на заколюх ударю. Ведет я тебя за поди-блочью. Опять не убили. Вот она выжила. До тех пор она живет. А мы все сдохли вдвоем. Дотелка отсюда. Еще нормально, что продать не могу. Если она ультует, то... Да не езжай. Я и так сняки, да. Тех. Тех. Ну, мой Локу только сказал, что это слишком легко. Ты почему-то так не думаешь. Далью, watch your step. О, да, детка ультой. О, да, детка. А, автоатака не катя, да? Нет, не катя, она не замедляет. Ой, все нормально. Ничего, она не дает бонусную энергию, когда ультаптик. Фига, а почему по мне без? Так, тайм умер, да? Нет, еще, почему все живы? Надо добивать этого, блин. Не дать тайм умер. Блокбернер. Блокбернер. Блокбернер, он дышится. Ну, все, это проигрыш. Нееет. Я удивился то, что Элли каким-то образом вот здесь по мне попало, да еще и без хави. Я просто в шоке. Порой еще нет, ой, ну там туда еще и нет отхила, крита. Если бы был, он бы выжил. Эх, ход бы дольше умер бы следующий, прыжок не откатился. Блин, а счастье было так возможно. Может нашли рукавы? И так возможно, и вот так. Мог бы найти Блокбернер, допустим, случайно. Он бы все равно его не убил. Ух ты. Музыки, музыки затащила эту игру, типа. Музыки затащила, да. Ну, просто отдались. Ну, тут у нас 2 кила просто бесплатно было. Ты тоже выбежал нас за бамагу. Ты мог фу, Глеб, стоять. Ага. Ну, убили в тебя одного, да. Наверное, надо было. За тобой вообще не ходить. Эй, тебе говорю, не ходи за мной. Да ты привязался ко мне. Чего саппортить танка, действительно? Ну, тогда с полным хп зачем ты за мной побежал? Милишный саппорт, он же нужен для того, чтобы... Чтобы поддерживать... Саппортить милишника. Рейнджов, понимаешь? Зачем милишник саппортить? Афиг ты мне... Так, ну что. Я думаю, на этой хорошей ноте мы закончим. Пока все. Да. Нет, самое поражение закончилось. Нет, ну... Это была плохая нота. Ну, у меня уже времени остается, потому что мне нужно подготовиться к следующему стриму. Ребят, я не бессмертный. Мне нужно как бы и попить, и... И пописать, и всякое такое. Так, кстати говоря, вот я получил облик талжения, великодушный скин получил. И три усиления еще дали. Слушайте, крутяцко, крутяцко. Поехали. Поехали. До встречи. До встречи. Так печально. Так грустно. В общем, ребят, спасибо большое всем, кто смотрел. Надеюсь, вам понравилось. Мы сегодня вроде как и побеждали, и проигрывали, и было весело, и с улыбкой все прошло. Никто вроде не злится, кроме Lightbit. Он не любит проигрывать, просто это факт. Я люблю проигрывать. Да, он не умеет проигрывать, поэтому для него главное это победа, а когда проигрываешь, он прям вот скушать готов любого. В общем, если вам было весело, обязательно подписывайтесь на мой Твич и Ютуб канал. На Ютубе нажимайте колокольчик, дабы получать оповещение обо всех появляющихся видео и стримах на канале. Вступайте в мою группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании. Вступайте в группу, официальную группу русскоязычного комьюнити игры Atlas Reactor ВКонтакте. Ссылочку я прикреплю в описании обязательно. Кто на слух ориентируется, vk.com slash atlas, нижнее подчеркивание, реактор. Ну и, естественно, лайки, комментарии приветствуются. Пишите, что вам понравилось, что не понравилось. Кто из нас четверых играл лучше, кто хуже, кто был веселее, кто был совсем вообще какой-то прям печальный. Я уверен, что все напишут лайкбит, особенно после последнего боя. И, конечно же, обязательно делитесь этим видео со своими друзьями, потому что для вас репост и мелочь для меня способ развивать канал. Всем большое спасибо, с вами был JetPod90, увидимся буквально через 15 минут. Пока!